ребят всем привет новое испытание 2 на 2 уже в игре и за его прохождение мы получим 8000 золотых монет 100 карт электрических духов 15 карт электрических гигантов обычный токен и эпический токен в общем такой наборчик для того чтобы нам побыстрее собрать новые карты прикольное испытание учитывая что нужно сделать всего 8 побед мне кажется что она того стоит но и при этом это испытание 2 на 2 с выбором карта соответственно случайные противники будут случайный выбор карт во многом но я решил сделать то чего по моему никто не делал еще в clash royale и попробовать сыграть сам собой пройти это испытание которое по сути идет 2 на 2 но пройти его я буду пробовать в одно лицо не знаю мне кажется это будет достаточно сложный интересный челлендж ну что же давайте попробуем приступить к нему погнали друзья для того чтобы у вас не было никаких сомнений я установил камеру так чтобы было видно оба игровых устройства с которых я буду проходить испытания это планшет и телефон и начинается сразу же первая же катка и выбор карт не знаю я скорее всего не смогу успевать все объяснять друзья почему выбирают или иную карту потому как обычно даже когда играю я один в испытании с выбором карта не успеваю часто объяснять свой выбор приходится очень быстро говорить здесь я даже наверное не буду пробовать это сделать в общем и целом беру картишки чтобы атаковать и беру картишки чтобы защищаться от картишек противника и делают таким образом чтобы мои карты в итоге в общем и целом смотрелись посимпатичнее и посильнее чем те карты которые я отдаю своему противнику ну и тут конечно надо не затупить и тратить эликсир на обоих устройствах потому что это наверное будет самое главное прохождение этого испытания особо там запоминать карты противника навряд ли получится потому как оба полушария будут заняты абсолютно другим а именно тем чтобы успевать выставлять карты чего-то как-то тратить эликсир и при этом делать это более-менее в тему ну и вот у нас игра тут вовсю пошла залетел я гоблинской бочкой в атаку после того как от защищался от мортира противника и сразу же перешел в наступление еще по правой стороне с принцем и летучими мышками в итоге эта атака получилась достаточно успешной и по правой стороне занес я дамаг моему противнику но при этом надо защищаться как-то сейчас от охотника делаю я это при помощи громоверца ну а по правой стороне спокойненько даю активировать свое главное здание огненная лучница ну и конечно здесь надо было использовать торнадо для того чтобы активировать главное здание но в тот момент я смотрел именно на свой мобильный телефон а там была гоблинская клетка и она тоже так просилась на поле боя что вы выбрал я именно этот вариант конечно же это был неверный вариант в итоге и пришлось мне все равно использовать торнадо для того чтобы не дать хогу наносить урон по моей вышке далее два моих противника начинают атаку из глубины с големом хорошо что у меня в колоде присутствует хижина варваров но для начала я решаю использовать дровосека и хижину варваров вынуждена выставлять вот таким образом абсолютно неудачно плюс противник еще отдает землетрясение и очень неплохо у них получается преодолеть мою защиту но в конечном итоге я отдаю яд и очень выгодный этот яд получается так как он и банду гоблинов дамажит и принцессу убивает ну а далее вынуждена выставлять принца для того чтобы добить голема и перехожу сразу в наступление с эликсирным своим големом для того чтобы наказать противников так понимаю что они потратили весь свой эликсир все свои ресурсы и в итоге навряд ли они смогут защититься от вот этой атаки так и происходит в итоге коблинская бочка эликсирный голем уничтожают правую вышку моих противников понимаю я что они потратили снова много эликсира закидываю фаербол в принцессу огненную лучницу из одновременно атакую по левой стороне ссадницы на баране далее можно выставлять хижину вернее клетку с гоблином и готовиться к очередной атаке на этот раз по двум сторонам атакуют мои противники и вот это уже достаточно сложно тем более нечем не убивать к сожалению бочку со скелетами надеялся я что она взорвется в клетку с гоблином но этого не произошло и в итоге торнадо я отдал не очень удачно вынужден отдавать я для того чтобы справиться с скелетиками из бочки но и в итоге атака заканчивается моего противника также как и заканчивается здоровье на моей правой вышке но ничего страшного для того чтобы добить вышку противника мне нужно всего лишь произвести одну нормальную атаку именно сейчас я это и делаю выставляя эликсирного голема в наступление мои оппоненты вынуждены выставлять сборщик эликсира для того чтобы хоть как-то затормозить продвижение эликсирного голема к вышке но это им не помогает так как гоблинская бочка добивает вышку и приносит мне победу первая игра закончилась победой ну и следующий выбор карт здесь я беру летучих мышек так как это противовоздушная защита далее я беру гоблинов копейщиков так как они хорошо работают с летущими мышками байтят на запад и так далее беру я также мушкетера так как миньоны послабее на мой взгляд беру дракончика так как убивать принцессу мне будет чем я беру бревно со второго аккаунта ну и далее предпочитая взять королевских кабанов видя еще и выбор с левой стороны там я конечно же возьму королевских рекрутов так как с королевскими кабанами они будут неплохо сочетаться ну и конечно же с правой стороны беру я фэербол потому как фэербол контрит королевских кабарнов вот в итоге все-таки успел более-менее объяснить выбор карт причем с двух устройств ну а теперь надо попробовать как-то выиграть и во второй игре начинается она и противники очень странно сразу же отдают землетрясение активирует на главное здание видимо один из моих оппонентов решил сразу же проиграть игру это очень хорошо далее продолжает он чудить выставляет заморозку на мой арбалет но и в итоге конечно же огромное количество эликсира потратено потрачено впустую моими оппонентами это позволяет мне спокойненько из глубины выставить адскую гончу со своего телефона ну а далее буду поддерживать ее со своего планшета и телефона также ну короче в две руки буду валить двух противников выставляю королевских рекрутов для того чтобы поддержать свою адскую гончу ну и при этом противники зачем-то выставляют гигантского гоблина понятно в общем очень слабые какие-то ребята как минимум один из них там явно троллит ну и конечно им сейчас будет очень сложно выиграть в этой игре и защититься хотя бы от вот этой уже атаки атакую я по левой стороне с королевскими кабанами при этом у меня есть разряд не сразу я его нахожу на своем телефоне но в итоге нахожу и отдаю в армию скелетов ну а далее все эта игра закончена так как мои противники просто перестают играть кто-то тот кто троллил продолжает кидать землетрясение но уже слишком поздно изначально надо было играть конечно же поаккуратнее и повнимательнее но в итоге 2-0 счет и следующая игра друзья выбор карт беру дровосека так как с гоблинской бочкой наверное смогу как-то справиться а дровосек оставляет ярость в 2 на 2 это достаточно неплохо беру электродракона потому что он как трет летучих мышек беру снежок потому что это легче заклинанья чем молния при этом не было еще каких-то карт которые можно было бы закрыть молнией далее беру дракончика потому что он контрит миньонов беру так же гоблинов потому что в отличие от гоблинов голем ледяной не атакует другие карты при этом у меня уже есть эликсирный вольм поэтому не стоило еще брать конечно же взял еще армию скелетов потому что эта сильная наземная защита в любом случае она нам пригодится. Ну и что-то там еще я взял, уже не успел я объяснить, друзья. В общем, я надеюсь, что вы понимаете логику выбора карт, как я делаю этот выбор карт, почему беру ту или иную карту, но все равно буду стараться это еще продолжать проговаривать. И начинается игра, выставляю я рыцарей с глубины и далее смотрю, что будут делать противники. Летят на меня летучие мышки, их, конечно, никак не надо дефать, так как они сами умрут под огнем вышек. Ну а далее противники начинают атаку по правой стороне, прикрывают ледяным големом магического лучника. К сожалению, магического лучника убивать-то мне нечем. У меня нет тяжелого заклинания, способного атаковать вышки противников и их половину поля, но у меня есть зато королевская почта. Королевскую почту именно я и скидываю на защиту по правой стороне, но при этом по левой стороне у меня проблемы, и здесь выставляю я армию скелетов. Армия скелетов отлично справляется с гигантским, с королевским гигантом, ну и теперь мне надо хотя бы как-то наносить урон вышкам противника, так как я сейчас достаточно выгодно задефался и перехожу я в наступление по этой причине по правой стороне с королевскими кабанами и огненными духами. В итоге огненные духи все запрыгивают на вышку противника, и вот так одной атакой сношу я большую часть здоровья вышки моих противников. При этом надо мне сейчас защищаться от магического лучника, который очень удачно подловил моего рыцаря, ну и вообще я сам здесь, конечно, зря выставил рыцаря в такую позицию, ну и вот теперь у меня проблемы. Опять же из-за того, что нет у меня тяжелого заклинания, нечем убивать мне эту атаку у моего мостика, но в итоге на помощь приходят невероятные элитные барбарианцы. При том, что до этого дровосек мой умер и оставил после себя ярость, элитные варвары просто раскидали всю эту атаку в пух и прах, ну и при этом перешли еще в наступление, и огненные духи, которые шли за их спинами, прыгнули на вышки противников, на вышку, вернее, противников, и добили ее. Таким образом я повел в этой игре, и надо все, что надо сделать, это удержать преимущество. На двойном эликсире, конечно, играть в таким образом гораздо сложнее, потому как надо будет успевать действовать с двух устройств, гораздо интенсивнее тратить эликсир, но в итоге защищаю себя по правой стороне от королевского гиганта при помощи армии скелетов, ну и надо теперь справляться будет как-то с адской гончей, и в первую очередь надо, конечно же, убить магического лучника. В итоге я решаю, что как-то очень пассивно играют мои противники, и выставляю все свои атакующие карты, собственно, в атаку. Умирает левая вышка, и таким образом в этой игре уже все ясно. Я думаю, 20 секунд остается до конца, конечно, я много эликсира только что потратил, сейчас еще големчики эликсирные дадут моим противникам дополнительный бонус в ресурсах, ну и надо мне за последние 10 секунд не потерять свои вышки. С этой задачей я справляюсь, причем и левую вышку сохраняю, и правую вышку. При этом противники напоследок промахиваются землетрясением, и даже одну вышку не добивают. Счет становится 3-0, я, конечно, не ожидал, что так хорошо пойдет игра, но от чего было ожидать, скажете вы, у тебя же лучший напарник в мире, и я с вами соглашусь, друзья, ну а теперь надо выбирать следующие карты. Конечно же, я беру мегарыцаря, если есть выбор мегарыцаря или пеки, то тогда можно взять пеку, но в таких случаях, когда выбор между охотником и мегарыцарем, конечно, надо брать именно мегарыцаря. Далее я взял кладбище, потому как кладбище гораздо сложнее задефать, чем хога в режиме 2 на 2, ну и также взял я королевскую почту, а не снежок, потому как королевская почта как раз-таки отлично дефает кладбу. Взял я электродракона, потому как он обладает уроном по области, хотя я долго думал, и можно было взять летучку, летучка была, возможно, даже лучшим выбором. Ну и напоследок взял я королевского гиганта, потому как адская гонча совсем мне не нравится, достаточно слабый винкондишн, если не брать под него особенную колоду, там с особенным сочетанием карт, поэтому в выборе карт брать адскую гончу я не рекомендую, причем неважно какой это выбор карт, 1 на 1 или 2 на 2. Ну и напоследок со второго аккаунта я взял пламенного дракона для того, чтобы контрить танков. Начинается игра, и противники показывают рыбака и ледяного колдуна, я зачем-то решил сразу же из глубины выставить голема, потому как у меня по правой стороне, на правом аккаунте, на котором где я играл с телефона, очень тяжелая получилась сборка, очень тяжелая колода, и в итоге мне нечего особо было выставить, и я решился на вот такой отчаянный маневр, при этом по правой стороне, к сожалению, с запозданием скинул я в защиту мега-рыцаря, и моя правая вышка практически сразу же пострадала, практически сразу же умерла. Катастрофическое начало игры, засылаю я шахтера, чтобы избавиться от магического лучника, ну и надо мне как-то защищаться по левой стороне. Коплю я эликсир усердно на королевскую почту, при этом на правом аккаунте у меня было большое количество эликсира, то есть я мог заранее выставить электродракона, но в итоге вот затупил и потерял еще практически свою левую вышку. В итоге у меня очень плохое начало игры, ну и попахивает первым поражением. Судя по всему, рано я обрадовался, и не все будет так просто, как я планировал. Надо мне справляться, конечно, с охотником, мне не стоит отдавать на халяву свои вышки. Выставляю я стражи для того, чтобы справиться с охотником, при этом неудачно их выставляю. Почему-то два моих стража умерли, при этом я не понимаю, как это так начал стрелять охотник по всем сторонам. По идее, это стражи должны были выжить, как минимум двое из них. Но получилось, как получилось, ничего страшного. Будем пробовать сейчас как-то проатаковать по левой стороне с гигантом и целительницей. При этом по правой стороне хог добивает мою вышку, здесь у меня, конечно, без шансов. Решаю я по правой стороне быстренько накинуть бандитку в атаку и использую кладбу туда же. Ну и при этом надо мне справляться с магическим лучником и летучкой. Вот в чем проблема. Нет у меня фейербола, нечем мне справляться с этими надоедливыми картами, но при этом по правой стороне моя атака получилась очень неплохой и лучницы добивают вышку противников. По левой стороне у меня сейчас проблемы, но я с ними справляюсь при помощи мега-рыцаря и королевского призрака. Ну а противники решили пробить меня на главное здание, уничтожить сразу на три вышки. Не думаю, что у них это получится, учитывая, что у меня есть электрический дракон, ну и также у меня есть, конечно же, королевская почта. Конечно, я ее также использую в защиту. В итоге никаких успехов это их атака в главное здание не принесла. И более того, они сейчас рискуют потерять свое главное здание, при этом надо добивать мою левую вышку хотя бы, чтобы перевести игру в дополнительное время, но этого они не делают. И в итоге камбэк получился достаточно неплохой. Я выигрываю и в этой игре, счет уже 4-0 и следующая катка. Выбор карт, эликсирный голем или шахтер. Беру я шахтера, потому что эликсирного голема я буду контрить валькирии, которую я кстати выбрал на втором аккаунте. Далее беру я летучку, потому как не хочу повторять ошибку предыдущей игры. Летучка очень сложно контриться в испытаниях с выбором карт. Ну и беру я мортиру, потому что она дешевле арбалета, а не соответственно универсальнее арбалета в испытаниях с выбором карт. И также я выбираю между скелетиками и духом ледяным. Тут неважно, можно было брать и то, и то, но я предпочел взять карту с контролем. Далее беру я дешевую карту, это гигант, в отличие от гиганта гоблина, он подешевле, это хорошо для моей колоды. И также беру я королевских рекрутов, так как они атакуют что-то помимо зданий, в отличие от королевского гиганта. Также они помогут как раз в защите от того самого королевского гиганта. Ну и также я взял летучих мышек, потому как в отличие от ледяного голема они еще могут атаковать что-то помимо зданий. Ну и противники тут сразу же атакуют с бочкой со скелетами. К сожалению, сразу же обращаю внимание на то, что у меня нет подходящей карты для того, чтобы контрить бочку со скелетами. Есть, конечно, ледяной дух, но его надо выставлять четко в тайминг, а играя с двух аккаунтов, конечно, это не сделать, это слишком сложно реализовать. Это надо внимательно смотреть с одного из аккаунтов, когда будет взрываться бочка со скелетами и в этот момент за вышкой выставлять ледяного духа. Там, когда один ты играешь, не всегда получается этот трюк исполнить, но когда играешь с двух акков, я думаю, что даже пробовать я не буду. Атакую с шахтером и летучими мышками, причем шахтера запускаю с планшета, а летучих мышек с телефона. Не знаю, чувствую себя в такие моменты просто каким-то пианистом. Достаточно прикольное чувство и такая осознанная атака получается. Но, к сожалению, атака не приносит никакого успеха, потому как мои оппоненты легко дефаются от нее. Решаю я, что они достаточное количество эликсира потратили для того, чтобы я мог начать атаку из глубины и выставляю я гиганта. Есть у меня два заклинания, ледяное заморозка и молния. Ну а мои противники выставляют в атаку арбалет. К сожалению, запоздало выставляю я стражи, но при этом стражи очень эффективно и выгодно размениваются здесь с арбалетом. Отдаю я молнию в ведьму, при этом запоздало, к сожалению, и большого урона моя эта атака не наносит. Надо теперь защищаться от эликсирного голема. Выставляю я в защиту валькирию и добавляю своих гоблинов. В итоге быстренько с этой атакой я справляюсь. К сожалению, противники отдают разряд. Ну и вот здесь вся проблема этой игры сразу налицо. У меня нет ни разряда, ни снежка. Нечем мне контрить бочку со скелетами. При этом у противников есть ответы и на моих стенобоев, и на моих летучих мышек. И при этом есть у них еще и армия скелетов, которая также позволяет неплохо защищаться от моих вот таких подобных атак. В итоге моя атака по левой стороне практически полностью добивает вышку противников, но при этом по правой стороне моя вышка также страдает. Засылаю я шахтера, чтобы наконец-то добить левую вышку. Ну и надо мне теперь готовиться к атакам моих противников по правой стороне. Точно они сейчас будут пробовать добивать мою вышку. Выставляю я валькирию в защиту, при этом атака еще идет и по левой стороне. Ну и вот то, о чем я говорил, нечем контрить скелетиков из бочки. В итоге моя правая вышка практически полностью умирает, ну а я перехожу в наступление по правой стороне со всем выжившим и дракончиком. При этом у меня, к сожалению, нет нормального ответа на палача, хотя надо было, конечно же, использовать здесь молнию. Ну и в итоге я пользуюсь тем, что один из противников вынужден кидать в ракету, чтобы добить мое здание. Но я надеялся, что все-таки палач будет мертв к тому моменту, когда я выставлял в атаку стенобоев, но этого не произошло и в итоге палач огромную пользу принес моим противникам. Все мои карты, вся моя мелочевка убилась от палача и вот, конечно, я теперь сожалею, что отдал эту карту своим противникам. Защищаюсь снова опять неудачно от бочки со скелетами. Хороший снежок залетает в мою вышку, ну и теперь понятно, противники просто отдадут сейчас ракету и таким образом выиграют в этой игре. Да, так и происходит. К сожалению, я проигрываю, опять же, из-за того, что не смог эффективно расходовать ресурсы по обеим сторонам на обоих устройствах. Ну и вот подъехало первое поражение. Теперь уже не таким безоблачным кажется прохождение этого испытания. Скорее всего, будут у меня еще сложности. Ну и очередной выбор карт. Здесь уже, друзья, не буду даже пробовать все это объяснять. Я думаю, что логику выбора карт вы уже могли понять, почему я выбираю эту или иную карту. Ну а если нет, то на канале огромное количество видео с прохождением испытаний с выбором карт. Там я, конечно, более подробно все это объясняю. Ну а здесь я выбирал то, что смог. Далее гораздо важнее будет попробовать все-таки выиграть в этой игре и добиться победы в испытании 2 на 2 таким необычным способом. Ну и выставляю я голема в ответ на арбалет своих противников. Очень выгодная здесь получается защита, так как голем получается на 2 единицы всего лишь дороже арбалета, но при этом, конечно, контрит он его достаточно неплохо. В итоге закидываю я еще яд, чтобы справиться с магом моих противников и отдаю молнию в магического лучника. Здесь я уже надеюсь, что не будет у них никакого сплэша для того, чтобы справиться с моей ордой миньонов, но при этом у них оказывается ледяной голем и снежок, которыми они в итоге эффективно защищаются от моей вот этой атаки и переходят в контрнаступление с шахтером. Шахтера окружаю скелетиками, лучниц добиваю при помощи королевского призрака, но омега миньон умирает от моей вышки. В итоге мои противники должны что-то выставлять на королевского призрака, выставляют они королевскую почту и, конечно же, вот такие размены более-менее равны, получаются в начале игры. К сожалению, запоздало, я вспоминаю про то, что у меня есть еще эликсир на правой стороне и поэтому атака оппонентов наносит урон по моим вышкам. Но в итоге перехожу в наступление с тараном и эта атака хоть какой-то урон да заносит на вышки. Правда, теперь мне надо будет защищаться от огромного количества карт по левой стороне, благо у меня в колодах есть еще огненная лучница и валькирия. При помощи этих двух карт замечательно справляю себя с этой атакой. Более того, сейчас огненная лучница еще пойдет в наступление и, к сожалению, наверное, она активирует главное здание. Но нет, противники решили мне помочь и спасли мою огненную лучницу от рокового выстрела. В итоге гоблины ушли в никуда, еще и в минус моим противникам. Снова арбалет агрессивный, на этот раз выставляю я гиганта и, конечно же, гигант спокойненько с нескольких ударов нейтрализует эту атаку. Ну а далее под прикрытием гиганта выставляю я мортиру в атаку. К сожалению, ядом немного промахиваюсь и магический лучник не был никак задет ядом, так бы он умер гораздо раньше. Ну а так получилось, как получилось. В итоге перехожу в наступление по правой стороне, вернее по левой стороне с големом под прикрытием электродракона. Также выставляю печь в ответ на всадницу на баране и отдаю молнию в мага и вышку противников. В итоге левая вышка их уничтожена. До конца игры остается меньше полуминуты, но надо не терять концентрацию. Надо как-то продолжать защищаться, тем более на меня бежит мини-пека. От мини-пеки буду я защищаться при помощи скелетиков и валькирии. Нет, передумал я. Выставляю я гиганта в защиту от арбалета, отдаю яд во все карты, которые скопились у мостика. Ну и таким образом до конца игра остается слишком мало времени для того, чтобы противники смогли что-то в ней изменить. Победа, счет становится 5-1 и следующая игра. Очередной выбор карт, очередная игра. Набираю я те картишки, которые будут контрить карты моих противников. Обязательно беру валькирию, если есть такая возможность. Если есть выбор между валькирией и мега-рыцарем, то я бы взял конечно мега-рыцаря. Ну а когда выбор между валькирией и целительницей, конечно же стоит брать целительницу в таком случае. Также если есть выбор армии скелетов, то обязательно надо брать именно эту карту, потому как она одна из самых сильных карт, если у противников нет бревна, разряда, снежка или варварской бочки. При этом варварская бочка не всегда поможет против армии скелетов. Если ставить ее, например, против варварской бочки поближе к своей вышке в защите, то ничем варварская бочка не поможет в данном противостоянии. Выбор карт закончен и теперь приступаем к игре. Сразу же скидываю в атаку огненных духов для того, чтобы напрячь противников, заставить их что-то выставить. Выставляют они рыцаря, а по левой стороне сразу же идут в наступление с пламенным драконом. К сожалению, прикрывают они свою атаку гоблином с дротиками и сразу же идут в наступление. Я не успеваю здесь среагировать. В итоге моя вышка получает урон от тарана. Запоздало выставляю я также мега-миньона и в итоге на моей вышке остается совсем малый запас здоровья, меньше тысячи. Но я решаю перейти в наступление с кладбой и бочкой со скелетами, так как противники потратили все-таки большое количество эликсира в атаку. Ну и далее, к сожалению, огненная лучница активирует главное здание противников, а они сами защищаются от кладбы при помощи землетрясения. Очень неудачное начало игры для меня снова. Валькирии защищаюсь от эликсирного голема по левой стороне. Хорошо, что противники не очень понимают, как использовать эту карту и в итоге отдают мне впустую просто дополнительно 4 единицы эликсира. Ну и надо мне теперь их пробовать как-то реализовывать. Выставляю я принцессу из глубины, по левой стороне у меня огненная лучница. Тут проблема заключается в том, чтобы не поставить эти две карты под одно заклинание. Вот именно этим я и озадачен. К сожалению, не успеваю среагировать и прикрыть принцессу по правой стороне ледяным големом, но зато моя атака по левой стороне наносит неплохой урон вышке противника, но этого недостаточно. И в итоге я все еще проигрываю. Надо как-то что-то менять будет и на двойном эликсире, конечно же попробую я проатаковать с големом. До двойного эликсира выставлять такую дорогостоящую карту я, конечно, не буду. Снова атака с пламенным драконом. Очень интересно используют эту карту мои противники, но для меня это достаточно неплохо, так как после того, как я его увидел, я удостоверился в том, что я могу спокойно выставлять голема на двойном эликсире и ничего мне за это не будет. Правда, при этом скопилось у меня большое количество эликсира на одном из аккаунтов, и поэтому я атакую с кладбой и разбойниками по левой стороне. В итоге эта атака приносит огромную пользу и практически полностью уничтожает левую вышку противников. Я выставляю я для того, чтобы просто добить ее и уже забыть о том, что надо будет ее добивать позже. И начинаю атаку свою из глубины с големом. При этом мои противники решили подкинуть мне в эту атаку еще эликсира и выставили эликсирного голема. Большое им за это спасибо. Не очень хорошая идея для них была атаковать в тот же момент, когда я начинаю свою атаку. Ну и в итоге за счет того, что они дали мне эти 4 единицы эликсира, перехожу я в наступление с бочкой со скелетами, отдаю молнию в охотника, отдаю снежок также, чтобы замедлить все карты, которые будут сейчас дефаться от кладбы. Также накидываю туда яд. Ну и в итоге эта атака заканчивается тем, что вышка противника умирает. Ну и я продолжаю давление по всем сторонам, по левой, по правой. Пытаюсь сделать так, чтобы противники даже не думали об атаке. И у меня получается это сделать. Таким образом победа. И мы переходим к следующей игре. Счет становится 6-1 и остается сделать всего лишь 2 победы. Ну не знаю, получится ли у меня это сделать, так как челлендж достаточно сложный, друзья. Я на самом деле так не потел, пожалуй, никогда, так как играть с двух устройств реально тяжело. Приходится постоянно смотреть то на один экранчик, то на второй экранчик. Еще при этом стараться как-то думать и не завтыкивать на один из экранов. И это достаточно сложно. К концу, конечно, прохождение испытания. Вот где-то уже сейчас на шестой игре я, на седьмой, вернее, игре я начал понимать, что к чему, как действовать и что делать. Ну и стало играть, по-моему, попроще. На самом деле, помимо минусов, есть еще и плюсы. То есть ты сам можешь распределять карты, сам распределять ресурсы, но при этом сделать это практически невозможно, потому что голова, как я уже говорил, занята совсем другим. Новая игра. Набрал я сплэша в выборе карт на обоих аккаунтах и теперь надо смотреть, что будут делать мои противники. Выставляю изначально мини-генераторов по двум сторонам для того, чтобы обезопасить себя. Ну и надо ловить шахтера. Делаю это при помощи стражей. Далее выставляется моими противниками хижина варваров из глубины по правой стороне. И я так понимаю, что по правой стороне будет идти сейчас вся игра. Надо защищаться от атаки с гигантом. Делаю я это при помощи палача в первую очередь. Ну и также мини-генераторы мне очень помогают в этой защите. Палач, конечно, решает в 2 на 2. Очень сильная карта. Зря я его не брал в той игре, которую проиграл. Хотя там я скорее проиграл из-за того, что напарник у меня был не очень хорошего уровня. Но в этой игре, я думаю, что мой напарник меня не подведет. Неплохая атака получилась, но большого урона вышки правой она не нанесла. Надо мне более того сейчас как-то пробовать защищаться от тех карт, которые остались после защиты моих противников, которые сейчас пойдут в наступление. И в первую очередь надо будет как-то справляться, конечно, с огненной лучницей. Очень надоедливая карта, против которой нет у меня сейчас подходящей карты. Думал я применить молнию, но увидев стенобоев, выставил все-таки королевских рекрутов. В итоге достаточно неплохо защитился от этой атаки, но, к сожалению, королевские рекруты с огненной лучницей не справляются вообще никак. И в итоге огненная лучница их всех отщелкивает. И надеюсь, что она сейчас еще стреляет по моей вышке и активирует главное здание. Да, так и происходит. Активация главных зданий произошла. Это значит, что защищаться дальше мне будет попроще. Ну и решаю я проигнорировать мега-миньона, так как он никак уже не долетит до моей вышки. Выставляю сборщик эликсира и только после этого вспоминаю, что я отдал моим противникам ракету. Соответственно, сборщик эликсира надо было страивать посередине, между двух крайних вышек. И в итоге ракета залетает и наносит урон по моей левой вышке. Такая ошибочка из-за моей невнимательности, которую, конечно, я не должен был допускать. Закидываю гоблинскую бочку под прикрытием ледяного голема. Отдаю также землетрясение. В итоге наношу неплохой урон по левой вышке противников. Но надо мне сейчас защищаться от голема по правой стороне. С этой целью выставляю мини-генераторы и добавляю вышибалу. Но этого, конечно, недостаточно, поэтому выставляю я еще и королевских рекрутов. Ну а по правой стороне на меня прямо идет сейчас огромная волна моих противников. Очень хорошо, что стенобои не доходят до моей вышки. Надо сейчас еще как-то справляться от миньонов, которые, конечно, хорошо разговаривают с мини-генераторами. Но в итоге я защищаюсь по правой стороне. По левой стороне перехожу в контрнаступление с всадницей на баране и гоблинской бочкой. В итоге эта атака заканчивается тем, что левая вышка противников умирает. А до конца игры остается уже меньше 10 секунд. На моей вышке 541 единица здоровья. Надо выставлять мини-генераторов срочно для того, чтобы они замедлили продвижение гиганта к вышке. И да, успеваю я это сделать. Таким образом, победа. И остается одна финальная решающая игра, которую мне точно надо выигрывать. И таким образом получится у меня пройти испытание сразу с двух аккаунтов в два раза меньше времени, потратив на это. И вот выбор карт очередной. Долго выбирал я между стрелами и варварской бочкой. Но стрелы все-таки имеют большую площадь поражения. И в испытании 2х2, где большое количество вражеских войск может быть в большой зоне, стрелы достаточно неплохо заходят. Именно поэтому я взял именно их. Ну а далее выбирал по чутью, по наитию. И вот это наитие, это вдохновение, которое меня посетило, оно в итоге мне и нашептало именно те карты, которые я и выбрал. Надеюсь, что они помогут мне выиграть и затащить это испытание. И, друзья, я редко прошу бы поставить лайкос, там написать комментарий, но просто для информации. Сегодня я еще просто не кушал, потому как весь день делаю вот это видео, уже достаточно сильно подустал. Как вы видите, сложное оно технически. Очень много здесь новых решений, которые мне пришлось сделать. Но я надеюсь, что это того стоит, что этот видос вам зайдет. Если он действительно вам зайдет, то дайте мне об этом знать. Мне будет очень приятно. Минутка давления на жалость и слезных просьб закончена, поэтому возвращаемся к игре. Тем более, она у нас тут уже в разгаре. И видя, что на поле боя у меня достаточно неплохая связка из огненной лучницы и рыбака, при этом стоит у меня еще Тесла. Соответственно, мои вышки в полной безопасности сейчас. Выставляю я сборщик эликсира. Противники никак не смогут меня за него наказать, если только вынуждены будут потратить какое-то заклинание на то, чтобы его законтрить. Если они этого не сделают, то я получу преимущество по эликсиру. И вот, да, летит фаербол. Мой сборщик, к сожалению, не дали мне они его нормально реализовать. И выставляю я гиганта по левой стороне. Сразу же с этим мои противники выставляют голема по правой стороне. Я-то понимаю, что у меня в правом аккаунте, там, где я играю с телефона, есть армия скелетов. И именно армию скелетов я переберегу для того, чтобы законтрить голема. К сожалению, не отыграл я от варварской бочки и выставил ледяного духа не так удачно, как хотелось бы. В итоге мой воздушный шар и гигант по левой стороне не наносят никакого урона. Это отвратительная получается атака. Экстренно мне надо защищаться от пламенного дракона и громовержца. Делаю я это при помощи королевского призрака. Но хорошо то, что у меня есть эликсир на атаку по правой стороне. А вот у моих противников навряд ли есть достаточное количество эликсира и подходящие карты для того, чтобы защититься. Но я ошибся, у них был фаербол. В итоге фаербол они закидывают в защиту от всадницы на баране. Правда, теперь я могу спокойно выставлять свой сборщик эликсира. Именно это я и делаю. Отдаю землетрясение в хижину гоблинов. Все замечательно теперь. Теперь мой сборщик эликсира будет реализован. И я думаю, что на двойном эликсире мне это очень поможет. Конечно же, не буду я атаковать на этот раз так, как делал это в предыдущий раз. Чтобы единственный пламенный дракон мою атаку законтрил жестко. Поэтому выжидаю я момент, когда противники пойдут своей атакой. И буду пытаться защищаться, а потом переходить в контрнаступление. И вот на меня выстраивается жесткая атака. Королевский гигант идет первым. За ним идет голем. Затем еще идут какие-то карты поддержки. Очень хорошо, что кто-то из моих противников закинул снежок. И позволил моему магическому лучнику вернуться от фаербола. Ну и атакую я по левой стороне. Контр-атакую точнее. Ошибка противника с выставлением адской башни. Не позволяет моей атаке дойти до цели. И практически уничтожить левую вышку противников. Отдаю я землетрясение туда же, чтобы добить ее. И использую рыбака в защиту от хога. Далее это не БМ, друзья. Это я просто промазал Теслой. У меня соскочил палец. И поставил я ее в итоге в угол. Но все равно я выиграл. Таким образом испытание пройдено. Это было очень интересно. Мне лично очень понравился этот челлендж. Это было реально сложно. Реально интенсивно. И в общий счет 8-1. К сожалению, в одной игре мой напарник меня подвел. И был достаточно слаб. Не соответствовал уровню моему. Ну а вот во всех играх остальных мой напарник был, конечно, безупречен. Ну на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч. Всем пока.